Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вам представляется возможность ознакомиться с курсом лекции, посвященном практической деятельности психолога в современных условиях. Этот курс рассчитан не только для психологов, но и для руководителей организации, руководителей подразделений этих организаций, психологов, специалистов психологических служб, социальных работников, педагогов, которые испытывают необходимость углубления психологических знаний по проблемам управления и по узконаправленной проблематике психологии управления, которая является психологией принятия управленческих решений. Мы с вами рассмотрим этот курс, исходя из таких потребностей психологической работы или психологического обеспечения управленческой деятельности, которые могут быть реализованы как в области экономики, в области политики, в области социальной работы и права. С учетом наибольшей значимости в современных условиях или востребованности в современных условиях психологов в экономической сфере деятельности, мы с вами рассмотрим пять лекций, посвященных проблематике деятельности практического психолога в экономической сфере деятельности, три лекции, посвященные психологическому обеспечению политической сферы жизнедеятельности страны, и две лекции, посвященные психологическому обеспечению эффективной деятельности социальной области жизнедеятельности нашей страны. В экономической сфере деятельности пять лекций начинаются с лекции «Психология принятия управленческих решений» и заканчиваются проблематикой «Психология организаторской, психология организационного обеспечения и консультирования». Сегодняшняя лекция посвящена проблеме психологии принятия управленческих решений. Психология принятия управленческих решений актуальна с точки зрения эффективности управленческой деятельности вообще и ее психологического обеспечения в частности. Психологическое обеспечение эффективного принятия решений предполагает реализацию всех основных компонентов управленческой деятельности. Психология принятия управленческих решений – это также контроль исполнения действий, организацию их реализации и диагностику или обратную связь этой эффективности с поставленными целями. Психология принятия управленческих решений опирается на такие основные проблемы, как мотивация принятия управленческих решений, выработка стилей или формирование стилей управленческой деятельности в целом и стилей принятия управленческих решений в частности. Она также предполагает проблему психологии риска в принятии управленческих решений. Ну и в первую же очередь психология принятия решений основывается на основных компонентах управленческой компетентности руководителя. Управленческая компетентность руководителя предполагает мотивационный компонент этой компетентности, когнитивный компонент, операционно-деятельностный компонент и контрольный компонент этой деятельности. Мы сегодня с вами рассмотрим мотивационный компонент управленятия решений и когнитивный компонент принятия решений, операционально-технологический компонент и возможности обратной связи. Когнитивные сферы руководителя, а в первую очередь операционно-технологическая сфера деятельности руководителя по подготовке и принятию управленческих решений. При этом нам с вами предстоит рассмотреть классификацию управленческих решений. Мы эту классификацию рассмотрим с вами по двум основным группам классификационных признаков. На нашей схеме представлены следующие классификационные признаки, которые выражаются в группах управленческих решений. К классификационным признакам принято относить степень повторяемости проблемы и значимость цели, возникающей проблемы, и целей, и ориентиров ее реализации, ее разрешения. В соответствии со степенью повторяемости проблемы, решения управленческие принято делить на традиционные и нетипичные. Традиционные решения принято еще именовать как стандартные решения. Нетипичные решения относятся к нестандартным решениям. Какова же отличительная особенность традиционных и нетипичных, то есть стандартных и нестандартных управленческих решений? Особенность их заключается в том, что для эффективного использования управленческой деятельности руководитель должен владеть как стандартными возможностями принятия решений, так и нестандартными решениями разрешать проблемы, которые возникают перед организацией и ее членами. Однако нестандартность решений – это наиболее сложная деятельность руководителя, которая предполагает особый уровень подготовки его на этапах мотивирования к управленческой деятельности и выработки навыков принятия управленческих решений. Традиционные решения также имеют большое значение в системе подготовки руководителя, потому что начинается система подготовки любого руководителя с выработки в начале известных стандартных решений, которые принимались кем-то когда-то и должны стать достоянием будущего руководителя. Или молодого руководителя, да и действующего в настоящее время и опытного руководителя, они тоже должны быть достоянием. Поэтому начинается система подготовки любого руководителя, естественно, с менее напряженных ситуаций управленческой деятельности, а менее напряженные ситуации управленческой деятельности возможны при принятии, естественно, известных, то есть стандартных вариантов управленческих решений. Однако по мере профессиональной и психологической подготовки к принятию решений руководителя следует в системе его подготовки изменять подход к выработке алгоритмов управленческих решений. Он все более и более должен овладевать методами принятия нестандартных управленческих решений. На первых порах введение нестандартных ситуаций, которые и будут подвигать руководителя к принятию нестандартных решений, относятся к ситуациям, которые связаны с известными для данного человека условиями деятельности, с известными для него на данном этапе управленческой деятельности задачами и будут соответствовать его объемам знаний, умений и навыков, а также профессионально важным качествам этого человека. Если же изменится хотя бы один компонент ситуации деятельности, а как известно в психологии управления ситуация деятельности состоит из трех основных компонентов. Из задачи, которую предстоит решить руководителю, из условий, в которых выполняется данная задача, а к условиям мы относим объективные условия, то есть материальные условия, техника, помещение, внешняя среда, внутренняя среда организации. А также к условиям мы относим и субъективные факторы, которые предполагают наличие подготовленных помощников, заместителей и исполнителей. Так вот, второй компонент условия деятельности или условия выполнения задачи также может меняться, как и сама задача. Поэтому изменение хотя бы одного из трех компонентов психологической структуры деятельности, а третьим компонентом является личность самого руководителя, лица принимающего решения. А личность, лица принимающего решения, включая в себя наличие всех компонентов психологической структуры этого руководителя, имеются в виду психические процессы, психические образования, психические свойства этого человека, психические состояния, преобладающие данного человека как у руководителя, то есть в ситуациях принятия управленческих решений. Если же какой-то из этих компонентов изменяется, то ситуация управленческой деятельности, в частности, ситуация принятия управленческого решения, может стать для данного руководителя нестандартной. И, как правило, она таковой становится. Так вот, в нестандартной ситуации психическое напряжение любого человека, но в первую очередь руководителя значительно меняется, повышается уровень психического напряжения человека. Поэтому человек должен быть подготовлен к изменяющимся условиям деятельности, а условия могут меняться в современных условиях, в условиях рыночных отношений. Эти условия очень динамичны, и они будут постоянно меняться. Поэтому изменение этих условий требует психологической готовности к действиям в незнакомых, в необычных, в нестандартных ситуациях. И вот эта деятельность руководителя в нестандартных ситуациях предполагает готовность к принятию нестандартных решений. Но нестандартные решения сами по себе никогда не смогут подготовить психику руководителя к эффективной деятельности по принятию решений. Требуется постепенное, последовательное наращивание трудностей управленческой деятельности для того, чтобы этот руководитель наконец-то смог быть подготовлен к принятию решений в нестандартных, в необычных ситуациях управленческой деятельности. Это возможно при ряде условий. Первое условие – это формирование у данного руководителя определенной мотивации. Какая же требуется руководителю мотивация для того, чтобы его деятельность управленческая была эффективной, а возможность ее эффективной реализации присутствует только при наличии готовности к принятию решений в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности руководителя. Это возможно при условии, если он имеет мотивацию, преобладающую мотивацию на достижение успеха. Руководитель может иметь и мотивацию достижения успеха, и мотивацию избегания неудач. Как известно, деятельность руководителя полимотивированная, то есть она многоплановая. А раз деятельность человека многоплановая, то и мотивация, движущая его психической деятельностью, обеспечивающая психическую деятельность, в том числе и принятие решений, многоплановая. Но из этого большого поля мотивов, то есть побудительных сил к принятию решений, как правило, вытекает одна результирующая сила. Эта сила может быть представлена именно двумя полюсами. Полюсом преобладания достижения успеха или полюсом преобладания избегания неудач. При мотивации преобладания достижения успеха руководитель в момент принятия решения в первую очередь ориентирован на то, что происходит в момент принятия решения. То есть он ориентирован на саму деятельность, на ситуацию этой деятельности. Если же руководитель в этот момент, в момент принятия решения, сконцентрирован полностью на себе, на своей собственной персоне, то в этот момент времени он будет испытывать такое психическое состояние, как, например, оно может характеризоваться следующим примером. «Боже мой, что же сейчас будет, если я приму неэффективное управленческое решение? Что будет с моей организацией? Что будет с ее материальным благосостоянием, с ее успешной деятельностью в дальнейшем? Что будет со мной как с руководителем? А что с ним может быть как с руководителем? Останется ли он таковым в дальнейшем? Во-вторых, как к нему будут относиться, если он останется таковым в дальнейшем, его подчиненные? Или как к нему будут относиться в дальнейшем его руководители? Или все эти факторы одновременно могут свалиться на него в результате неудачно принятого управленческого решения? Естественно, угроза воздействия этих факторов на одного руководителя действует угнетающе, на другого руководителя может действовать мобилизующе. Поэтому при подборе руководителей для будущей управленческой деятельности и, в первую очередь, конечно, для принятия управленческих решений, необходимо диагностировать их преобладающую мотивацию. Либо на достижение успеха, либо на избегание неудач. Но мотивация относится лишь к одному из факторов эффективной управленческой деятельности. Вторым фактором, характеризующим эффективность или обеспечивающим эффективность управленческой деятельности, в частности, принятие управленческих решений, является такая черта характера руководителя, как склонность к риску. Под данной чертой понимается тенденция принимать решения в условиях оправданного, то есть мотивированного риска. Неоправданный риск не может принести эффективности в управленческой деятельности руководителя и не может обеспечить эффективных управленческих решений в большинстве принимаемых случаев. Немотивированный риск руководителя при принятии решений может в отдельных случаях обеспечить успех, но этот успех будет случайным. И известен математический расчет неэффективности рискованных решений. Он таков, что эффективность может достигать в управленческих решениях только тогда, когда более 50%, то есть более 50%, это 51 и более процентов, обеспечивают гарантии, обеспечивают эффективность принимаемого решения. Он знает, почему он рискует, он знает, за счет каких факторов он может идти на риск, а какие факторы могут обеспечить успешность рискованного принятия решения. Это в первую очередь просчет своих собственных возможностей и просчет возможностей противоположной стороны, которая взаимодействует с лицом принимающим решения. Чьих возможностей при принятии этого решения больше в данной ситуации. Второй момент – это расчет на материальные ресурсы, на технические ресурсы, которые могут обеспечить успех или привести к неудаче. В-третьих, это расчет на людские ресурсы. Почему? Потому что известно в психологии управления, что организация предполагает технологический компонент, технический компонент и людские ресурсы или человеческий фактор. Так вот, при наличии технологического компонента, то есть уровня собственной подготовки, уровня подготовки всех наличных средств, при наличии технического компонента, то есть прекрасной техники, которая, предположим, превышает возможности другой стороны, люди, то есть человеческий фактор, который будет эту технику использовать, будет пользоваться технологиями с помощью этой техники, может подвести или не обеспечить успех выработанного решения. Поэтому руководитель должен учесть технологически, помимо технологического и, собственно, технического компонента, компонент людской, человеческого фактора. Возможно человеческого фактора принимать решение, подготовленность своих подчиненных к выполнению принятого им решения. И, наконец, он должен быть готов к тому, что его подчиненные в момент принятия решения, кроме подготовки личной, еще мотивированы на выполнение этого решения, с одной стороны. А с другой стороны, они доверяют полностью этому руководителю, как лицу, способному принимать эффективные решения. Несмотря на готовность его идти на риск, его риск всегда оправдан, и в большинстве случаев, то есть в случаях более 50%, всегда приводит, ну, в этих случаях всегда приведет к положительному результату после принятия этого решения. Склонность к риску предполагает также учет степени доверия другим людям, имеется в виду своим заместителям, в первую очередь, начальникам подразделений, или руководителям среднего, нижнего звена. Если это решение, в частности, решение, принимаемое в нестандартной ситуации, решение, принимаемое в условиях риска или рискованное решение, принимается человеком, подготовленным к его реализации, и способным доверять своим подчиненным. Доверяют этому руководителю и подчиненные, которые готовы реализовать это решение, благодаря наличным у них объемам знаний выполнения этой деятельности, умений выполнять эту деятельность, наличия навыков и профессионально важных качеств для реализации этой деятельности. Таким образом, требуется для эффективного принятия управленческого решения и его реализации огромное количество условий. К этим условиям относятся материальные условия, субъективные условия, личностные условия, относится сама личность руководителя и особенности задачи, которые будут, должны быть точнее учтены при принятии решения. А особенности этой задачи предполагают, что данная задача может быть простой, может быть сложной и может быть экстремальной, то есть сверхтрудной. Поэтому любой руководитель, принимающий решения, должен быть подготовлен к принятию решений в простых ситуациях или простых условиях, то есть выполнять простые задачи, стандартные, как мы их с вами уже называли, нестандартные, которые делятся также на две части, на сложные и сверхсложные, или экстремальные. Простые задачи характеризуются спокойным и ровным темпом интеллектуальной деятельности руководителя, спокойным эмоциональным его реагированием на процесс принятия и выполнения этого решения, нормальным сознательным контролем функционирования его деятельности. То есть сознательный контроль – это и есть волевая деятельность руководителя. Так вот, руководитель должен обладать всеми этими психическими возможностями, то есть интеллектуальными, эмоциональными, волевыми. Он также должен владеть профессионально важными качествами, среди которых мы выделили склонность к риску, готовность, психологическая готовность принимать решения в нестандартных ситуациях. Подготовленный к этим условиям деятельности руководитель способен не только принять рискованное и нестандартное решение, но и способен, должен быть, выполнить это решение эффективно. Давайте рассмотрим нашу схему, на которой мы с вами уже остановились, и посмотрим группы управленческих решений по другим признакам. К этим признакам мы также с вами относим значимость цели, которые ставит перед собой руководитель по принятию управленческого решения. Это могут быть стратегические цели, тактические цели и оперативные цели. К стратегическим целям относятся такие цели, значение которых, решение по которым, может иметь очень важное и долгосрочное значение для самой организации и для персонала этой организации. Тактические решения обычно относятся к технологическим процессам, как реализовывать стратегию деятельности руководителя, как реализовывать стратегию деятельности самой компании для достижения успеха принятого управленческого решения. Какая связь между тактическими и стратегическими целями, их значимостью для эффективного принятия управленческих решений? Связь такова, что любое решение, будь то стратегическое или тактическое, в зависимости от значимости цели, должно диагностироваться с позиций, таких позиций, как деятельность организации с точки зрения организационной культуры. А организационная культура любой организации предполагает следование этой организации, то есть в первую очередь ее руководителя, требованиям или принципам организационной культуры. В настоящий период времени разработаны международные принципы организационной культуры и выработан уже вариант российских принципов организационной культуры, который учитывает российскую специфику управленческой деятельности в условиях рыночных отношений. И главным критерием этих принципов, реализации принципов, то есть правил корпоративной культуры или организационной культуры, является ориентация на реализацию интересов не только компании в первую очередь, но на реализацию интересов потребителей той деятельности, которой занимается данная компания. Итак, стратегия организации и стратегия принятия управленческих решений должна быть ориентирована на ту миссию, ради которой создается данная организация. Миссия – это ее предназначение в условиях рыночных отношений. Зачем она создавалась? С какой целью? Чтобы заработать деньги генеральному директору? Эти деньги потом реализовать в виде вложений в заграничные банки или приобретение роскошных вилл на Канарских островах? Это возможная миссия, с которой выходит на рыночный простор команда, создающая данную организацию. И такое мы с вами знаем, такое было в условиях российского рынка, особенно в начале 90-х годов. Но стратегия, ориентированная на долгосрочное пребывание данной организации на данном рынке, в сектор которого данная организация вписывается, предполагает, что эта организация долгое время планирует существовать на этом рынке. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь эффективно обеспечивать потребление этой продукции или этими услугами, которые призваны реализовывать данная организация, потребителей. Если она будет удовлетворять потребности потребителей, только такая организация может считаться эффективной. Только такая организация может считаться действующей на основе принципов корпоративной культуры. Принципы корпоративной культуры, вытекающиеся на основе миссии организации и ее стратегии, предполагают, что каждый день работы данной организации, каждая неделя деятельности данной организации, каждый месяц деятельности данной организации, каждый цикл, экономический цикл данной организации действует в условиях рыночных отношений, то данный цикл ее деятельности, например, это может быть год или это полгода, в условиях которых реализует свои функции данная организация, она должна распределять свои усилия планово на реализацию стратегических целей, по которым принимаются управленческие решения, и на реализацию тактических целей, по которым принимаются также более частые решения, то есть решения ежедневные, еженедельные, ежемесячные. А стратегические решения предполагают их реализацию на долгосрочной основе, на долгий период времени, отступать от которого данная организация берет на себя ответственность, никогда этого не делать. Почему? Потому что организация, выходящая на рынок и готовая удовлетворять интересы потребителей, должна сверять свою деятельность с реальным удовлетворением этих потребностей. И если она отклоняется от миссии своей деятельности, то она должна корректировать эту деятельность. Чтобы эта деятельность корректировалась, каждый день в организации должен быть подведен итог, что сегодня было сделано для стратегических целей организации, и что сегодня было сделано для тактики деятельности, то есть для решения текущих задач, всееминутных задач, или ежедневных задач, или еженедельных задач. Решение тактических задач предполагает эффективное принятие управленческого решения, тактического или оперативного, а эффективное принятие стратегических решений Предполагает сверку, ежедневную сверку того, что мы делали сегодня, не только ради беготни ежедневной, которой занимается весь персонал любой организации каждый день, решая тактические задачи, действуя по принципу «белки в колесе». И это не секрет, это известно, что любая организация так организует свою деятельность, что весь персонал в ней может крутиться как белка в колесе ежедневно, уставать, изнашивать свою энергию, энергетику, интеллектуальные возможности. А результаты будут низкие. Почему? А потому что она всю свою деятельность, все 100% энергетических, интеллектуальных ресурсов своих расходует на решение тактических задач. А стратегические задачи могут быть провозглашены, могут быть зафиксированы в миссии данной организации, но ими, реализацией их, никто не занимается. Никто не планирует на сегодняшний и завтрашний день управленческие решения в интересах реализации стратегических целей этой организации. Никто не пытается корректировать эти цели, если на следующих этапах жизнедеятельности организации, если они отклонились в угоду, если можно так сказать, или в связи с тем, что тактические задачи вносят постоянные коррективы, какие-то изменения, мешают реализации стратегических задач. Но если каждая организация корректирует тактические задачи в интересах стратегических целей, то это обеспечивает ей эффективность деятельности и управленческие решения, корректируемые каждый день не только в интересах тактики деятельности организации, но и в интересах стратегии ее развития, в интересах ее миссии, могут обеспечивать долгосрочный успех этой организации, поскольку этот успех будет связан, объективно будет связан с интересами потребителей. Более того, западные принципы деятельности организации на нашем рынке, как известно, очень жесткие, они требуют следования корпоративным интересам, требования принципов корпоративной культуры. А ведь объективный корпоративный интерес связан, в первую очередь, со стратегическими целями организации, а не с тактическими. И если же организация вступает в корпорацию, в организацию корпоративной культуры, например, российской корпоративной культуры, то она должна представить этой организации корпоративной культуры всероссийской прописанные собой принципы и технологию их реализации. Более того, если она будет их все-таки реализовывать ежедневно, еженедельно, ежемесячно, то и эта организация корпоративной культуры готова будет поддерживать ее, оказывать ей помощь. Причем какую помощь? Самую нужную, самую эффективную. Она позволит привлечь инвесторов. Она возьмет на себя ответственность за привлечение инвесторов, которые готовы будут вложить свои средства в реализацию тактических задач, посвященных стратегическим целям данной организации, а значит и стратегическим интересам данного сектора экономики, что будет соответствовать общим интересам развития экономики страны, развитию мировой экономики. А это и есть основная задача по реализации стратегических целей и по реализации миссии данной организации. Классификационных признаков принятия управленческих решений известно много. К ним могут также относиться сфера воздействия на экономику, на деятельность в данном секторе экономики. Они могут также классифицироваться по длительности реализации эти управленческие решения. Так вот, по сферам воздействия они могут быть глобальные и локальные. Соответствующими корпоративной культурой решения могут быть, естественно, в первую очередь глобальные. Но лобальные решения реализуются через локальные. Значит, и локальные решения должны быть посвящены и тесно взаимосвязаны с глобальными решениями организации. Они могут быть долгосрочными, рассчитанными на длительную перспективу. То есть на весь период функционирования этой организации в условиях рыночных отношений в данном секторе экономики. Что здесь понимается? А здесь понимается то, что каждый член организации, от только что входящего в нее рекрута до самого генерального директора, должны знать, зачем они пришли в эту организацию, как они будут реализовывать долгосрочные цели, стратегические цели, миссионерские цели этой организации, и как они это будут делать сегодня. Для этого они должны четко знать, какие у них есть для этого объемы знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и психологической готовности для того, чтобы эффективно реализовывать и долгосрочные, и краткосрочные задачи. Классификационных признаков много, мы уже говорили об этом, и к ним также могут относиться прогнозируемые последствия принимаемых решений и методы разработки решений. К прогнозируемым последствиям можно отнести корректируемые и некорректируемые, но мы с вами говорили, что, например, склонность к риску и способность рисковать руководителя при принятии управленческих решений может быть корректируемой только в том случае, если он способен принимать решения, какие хоть и рискованные, но оправданно рискованные. Вот некорректируемые, как показывает статистика, в большей степени являются рискованные решения, неоправданные, то есть немотивированные. По методу разработки решений они могут быть формализованные и неформализованные. Формализованные управленческие решения мы с вами называем стандартными решениями. Неформализованные решения, как правило, интуитивные, как принято говорить на бытовом уровне современной психологии, но под интуицией в научной психологии в первую очередь принято понимать не что-то заоблачное и сверхъестественное в рамках управленческой деятельности руководителя, а его готовность переносить опыт принятия решений в нестандартных ситуациях, в рискованных ситуациях профессиональной деятельности, на новые ситуации, те, с которыми он никогда еще не сталкивался. Это и есть интуиция. То есть интуиция – это не просто божий дар, а это навыки осуществления переноса предыдущего опыта эффективной управленческой деятельности на новую управленческую деятельность. Классификационными признаками также могут считаться способы фиксации решения, которые делятся на документированные и недокументированные, на характер использованной информации, которая может быть связанной с чем-то, детерминированной, или вероятностной, ничем не связанной, то есть немотивированной, например, с рискованной, неоправданной, о чем мы с вами уже сегодня говорили. В зависимости от классификационных признаков, принимаемых управленческих решений, рассматривается также и стиль управленческой деятельности руководителя. Принятие, эффективное принятие управленческих решений в большинстве случаев зависит от данного фактора, то есть от стилей управленческой деятельности. Под стилем управленческой деятельности принято понимать совокупность приемов, а также манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным, позволяющую заставить этих подчиненных делать то, что в данный момент необходимо в целях достижения определенного результата. Ну, как вы знаете, управленческая деятельность или деятельность руководителя предполагает наличие возможности данного лица, то есть лица, принимающего решения, мобилизовать подчиненных на реализацию стоящей задачи. То есть управление – это способность выполнить стоящую перед организацией задачу, организация – это не только руководитель, но это и подчиненные руководители, его заместители. Так вот, это способность выполнить задачу, стоящую перед всей организацией, чужими руками. И в первую очередь руками своих подчиненных. Поэтому, как вы заметили, ключевым понятием в стиле управления является манера поведения руководителя по отношению к подчиненным. Вот эта манера поведения предполагает очень многое. Она предполагает и мотивацию руководителя, она предполагает и преобладающую ориентацию его мыслительную деятельность. И в первую очередь она, конечно, должна быть направлена на реализацию целей самой организации. Для большинства подчиненных при получении приказа от своего руководителя очень важно и имеет огромное значение. Ну, вы сами это знаете. Если вы представите себя сейчас подчиненным, а вспомните свою деятельность в условиях выполнения распоряжения или приказов старшего начальника, руководителя своего, вы наверняка вспомните, что вам было очень значимо, как этот руководитель отдавал вам это распоряжение, в каком он тоне его отдавал, как при этом вел себя руководитель, каков у него был тембр голоса, какова у него была невербалика, невербальное выражение, например, лица, жесты рук, положение корпуса. То есть, это могли быть сдвинутые брови, могли быть опущенные брови, могли быть приподнятые брови, у него могли быть глаза, выражающие гнев, выражающие ужас, выражающие недоумение, выражающие непонимание или сочувствие, сопереживание, понимание, доверие. И это на каждого из нас серьезно влияет. Также для нас очень важно, когда руководитель отдает распоряжение своим подчиненным, очень важное значение имеет, учитывал ли он при этом мнение подчиненного, его профессиональный потенциал, его ресурсные возможности, которые в первую очередь относятся к объему знаний, умений, навыков и профессионально важных качеств данного подчиненного для того, чтобы он мог эффективно выполнить эти задачи. Определение стиля руководителя зависит от таких функций, как в первую очередь принятие решения, планирование выполнения или деятельности по реализации этого решения, контроль за деятельностью подчиненных, потому что в первую очередь, конечно, их руками выполняются управленческие решения, принятые руководителем, и организация дела. Организация дела предполагает, насколько руководитель обеспечил своим подчиненным возможность реализации того решения, которое он сейчас принимает. Если это решение, реализация этого решения подготовлена, обеспечена со стороны руководителя, она может быть эффективно выполнена. Если она не подготовлена, то решение вряд ли будет выполнено эффективно. Наша первая лекция по психологии принятия управленческих решений подходит к концу. Многие проблемы мы с вами рассмотрим далее.